Туристы и гости столицы, которые посещают Сухумский ботанический сад, часто задаются вопросом, почему ветви некоторых деревьев касаются земли, или почему на объекте не делается глубокая обрезка растений. С этими же вопросами мы обратились к директору ботанического сада Эдуарду Губас. Как оказалось, в саду очень много ценных растений, и чтобы сохранить их, нужно содержать в естественном состоянии. Глубокую обрезку деревьев проводить нельзя, это может сильно навредить. В прошлом году у нас был ученый из Америки, и он был восхищен нашим садом, его состоянием, его естественным видом. То есть сад должен иметь естественный вид. Это музей естественной истории под открытым небом. Эдуард Губас не раз посещал ботанические сады в других странах и видел, как ухаживают за такими насаждениями. По его словам, на сегодняшний день ученые мира стараются, чтобы растения в садах росли в естественном виде, в гармонии с природой. В 2018 году принимало участие международные конференции в Минске. И нас повезли в Беловецкое пуще. Это знаменитый заповедник. Там все растения содержатся в естественном состоянии. Там мы, наверное, в будущем сделаем надписи. И там увидел надписи, такие крупными буквами, что они не проводят обрезку. За ботаническим садом ухаживают около 12 сотрудников. Лечение деревьев от сельхозвредителей проводится несколько раз в год. Специалисты пытаются сохранить и вылечить растения, которые повредили насекомые. Особенно этому подвержены пальмы. На территории сада произрастает около 18 их видов. По словам ученого, потерь среди этих растений пока нет. В этом году в связи с пандемией коронавируса объект потерпел огромные убытки. Но, несмотря на это, здесь проводятся все необходимые работы по уходу. Администрация города помогает. Я хочу им выразить огромную благодарность. А также Государственный комитет экологии во главе с Савельем Михайловичем. В этом году в четыре раза меньше туристов, чем в 2019 году. И, естественно, мы экономически очень ощущаем. По словам Эдуарда Губас, посетителей в осенний сезон мало. И действительно, пока наша съемочная группа находилась в Сухумском ботаническом саду, мы встретили лишь несколько гостей. Они поделились с нами впечатлениями. Приехали сюда отдыхать из города Гагра. Мы приехали посмотреть город Сухуми и зашли посмотреть ботанический сад. Очень нам нравится все. Красивые деревья, так все ухожено, чисто. Ну и необычно. У нас просто в России нет такой природы, таких деревьев, такой зелени. Очень нравится. И мы, в принципе, в интернете посмотрели про ботанический сад, и нас заинтересовало посмотреть его. Эвкалипт пепельный. Прям вот вообще очень красивый, необычный цвет, и он такой пушистый. Очень красиво. Разные регионы, очень много каких-то тропических корейских, японских растений. Ну, интересно. Каждый год сотрудники ботанического сада принимают активное участие в международных конференциях, откуда привозят редкие растения. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса все поездки пришлось отменить. Эдуард Губаз надеется, что пополнить коллекцию ботанического сада новыми растениями удастся в 2021 году. Кукуса Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.